Сегодня для сочинского ОМОНа особенный день – годовщина образования отряда, поэтому и построение особое, торжественное. Безупречная подготовка, выдержка, стойкость, мужество, полная самоотдача – все это о бойцах ОМОНа. Они достойно выполняют боевые задачи, ежедневно рискуя своим здоровьем, а порой и жизнью. Только в этом году мобильный отряд особого назначения принял участие в более чем трех сотнях спецмероприятий, обеспечивая общественную безопасность. 27 лет – это мы уже взрослые, но процесс обучения у нас идет постоянно, потому что это не средняя школа, а получил аттестат и все, какие-то навыки. Здесь навыки постоянно должны усовершенствоваться, поэтому боевая подготовка в первую очередь, так скажем. Отличившимся в службе бойцам спецподразделения в честь 27-й годовщины отряда вручили ведомственные награды, грамоты и очередные звания. Кстати, почетными гостями праздника стали ветераны службы. Они отметили, что традиции, заложенные почти три десятилетия назад, бережно сохраняются нынешним поколением бойцов ОМОН. «Ребята прошли здесь огонь и воду. Многие были в горячих точках. Смотрю сейчас на наше подрастающее поколение и, честно говоря, завидую белой завистью за то, что они сейчас сменили нас и защищают нашу Родину. А за Родину можно все отдать, даже жизнь». После торжественной части сотрудники ОМОН продемонстрировали спецтехнику и вооружение. Гости, в числе которых было и много детей, смогли обследовать БТР и взять в руки настоящее оружие, которое сегодня состоит на вооружении у отряда. Большой интерес вызвали показательные выступления. Сначала зрители оценили технику рукопашного боя. А это бойцы-высотники штурмуют здание. Как говорят ОМОНовцы, важный фактор таких спецопераций – это быстрое и внезапное проникновение в помещение. Бойцы попадают на объект с помощью лестницы специальных спусковых устройств, так как прорыв через дверь не всегда возможен. Гости праздника остались в восторге от слаженной работы высотников. В завершении праздника всех угощали кашей и чаем из полевой кухни. Ну а подкрепившись, бойцы спецподразделения снова вернулись к службе. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.